В эфире итоговый выпуск программы Буганформ. Я Виктория Сащенко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, потому выпуск будет многоплановым и насыщенным. Коротко о главных событиях. Безвиз в действии. О совершенствовании туристических услуг шел предметный разговор на заседании Брестского городского исполнительного комитета. На Брещене дан старт второму этапу белорусско-китайского проекта строительства социального жилья. 10 миллионов долларов, выделенные китайской стороной на строительство трех домов, предоставлены безвозмездно. Главное условие – жилье должно быть социальным. В приоритете здоровья в Бресте прошла итоговая коллегия управления здравоохранения Брестского облсполкома. Развитие туристической инфраструктуры и обслуживание для города над Богом сегодня – одна из наиболее приоритетных тем. Областной центр является официальной частью туристско-рекреационной зоны Брест, которая получила новые преференции в рамках действия указа президента номер 462 об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан. Теперь граждане 77 государств могут пребывать здесь до 10 суток без виз, однако воспользоваться таким режимом есть возможность лишь у тех, кто обратился за оформлением документов в туристические фирмы, имеющие специальные лицензии. Тема совершенствования туристических услуг была вынесена накануне на заседание городского исполнительного комитета. О том, какие новшества появятся в сфере обслуживания гостей из-за рубежа уже совсем скоро, узнавала Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Тема функционирования безвизового режима с начала года в городе над Богом получила новое звучание. С приездом первых гостей из-за рубежа, которые, к слову, воспользовались новой услугой еще 1 января, большой актуальность приобрел такой вопрос – как сделать обслуживание иностранного гостя более качественным, о его пребывании на территории туристско-рекреационной зоны Брест более интересным, впечатляющим, запоминающимся. Об этом шел предметный разговор в рамках заседания городского исполнительного комитета. В рамках подготовки к тысячелетию города мы должны ежемесячно мониторить ситуацию с нашими туристическими возможностями, потому что это не только пропаганда города, это экономика города. Если по прошлому году мы заработали только лишь на гостиничных услугах, на услугах общепита 3,5 миллиона долларов в эквиваленте, то уже в этом году мы ставим задачу заработать 5 миллионов долларов в эквиваленте. Это же загрузка гостиниц, это новые рабочие места, это, по сути дела, наш товарооборот. Поэтому вопрос очень важный. Первым этапом формирования нового видения туристического обслуживания стал запуск сайта Брестского городского информационно-туристического портала. Он объединил всю имеющуюся информацию, которая бы пригодилась туристу во время путешествия. Кроме того, сегодня ведется работа над созданием карты гостя, которая бы представляла ее владельцу возможность получать дополнительные скидки на обслуживание. Первые экземпляры были представлены в рамках заседания. Основными распространителями ее будет являться брестный турист. И партнерами будут являться субъекты торговли и туриндустрии города Бреста. Заключая договор с Брестным туристом, они являются партнерами и предоставляют скидки для того, чтобы гость, пользуясь этой картой, мог их получать в их заведении. Следующим этапом формирования безбарьерной туристической среды будет создание городского туристического центра на базе гостиницы «Интурист». Установка специальных табличек, имеющих на себе специальные QR-коды. Узнаю Брест. Это система, в основу которой ляжет размещение информационных табличек на субъекты туриндустрии. При ее считывании можно будет узнать всю информацию об этом объекте и перейти на сайт и узнать о услугах, которые оказывает этот объект. Опыт Гродно показывает, что это очень хороший формат. И в рамках реализации указа президента в 2018 году мы планируем выйти на удвоение, я бы сказал, даже это как задача минимум, количества иностранных туристов в нашем городе. А формы этой работы могут быть разные. Не останутся без внимания и туристы из восточных государств, в частности Китая. Вопрос организации питания с элементами кухни определенной страны, а также тема экскурсионного обслуживания сегодня находится на контроле у представителей городской вертикали власти. Конечно, говорить о том, что в областном центре созданы все условия для приема туриста любой категории, пока рано. Однако то, что развивается и функционирует уже сегодня, приятно радует тех, кто приезжает в Брест довольно часто. А это и спортсмены, и люди искусства. Очевидно, когда нет дополнительных препятствий, это намного приятнее. Мы сможем привозить большие команды и с удовольствием общаться с коллегами из других стран. Анастасия Настерин-Плотницкая, Андрей Щербант, Луговкин. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. Третий год. В Беларуси успешно реализуется масштабный белорусско-китайский проект строительства социального жилья с использованием технико-экономической помощи правительства Китайской Народной Республики. Программа разделена на три этапа. Первые 16 домов, 4 из которых построены в Бресте и Пинске, сданы белорусским новоселам в 2017 году. В нынешнем возведут еще 22. Средства в размере 102 миллионов долларов, выделены китайской стороной для проекта, предоставлены безвозмездно. Главное условие – жилье должно быть социальным. Торжественное мероприятие, посвященное старту второго этапа проекта строительства социального жилья, прошло накануне в Бресте. Подробности в материале Ирины Ольшовой. Это не первый опыт сотрудничества с Поднебесной в области социального жилья. В прошлом году в регионе успешно реализован первый этап проекта с использованием технико-экономической помощи Китая общей стоимостью 17,5 миллионов долларов. Ключи от новых квартир получили новоселы в Пинске и Бресте. В новых микрорайонах введены в эксплуатацию по два 80-ти квартирных дома. Даже в самые худшие времена в области строили порядка 50-80 жилых помещений. В прошлом году за счет бюджета, чисто за счет бюджета, построено более 120. А вклад технико-экономической помощи позволил нам прирастить к нашей цифре 120 еще 320 жилых помещений. Поэтому, я думаю, это весомый вклад. Накануне в Бресте дан старт второму этапу проекта «Социальное жилье». Он предусматривает возведение в Брестской области еще трех домов социального пользования. В Барановичах и Пинске появится по два многоквартирных дома на 81 и 63 семьи. В городе-спутнике Бреста, Жабинке, построят дом в пять этажей на 40 квартир. В очереди на улучшение жилищных условий здесь стоят 89 человек. Из них 36 имеют право на социальное жилье. Строительство 40-квартирного дома позволит обеспечить практически всех детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, жильем. У нас в законодательстве предусмотрено, что ребенок, когда теряет родителей, становится сиротой, а право на жилье у него наступает после эмансипации достижения определенного возраста. Второй этап строительства социального жилья в Беларуси с использованием технико-экономической помощи Китая предполагает ввод 22 многоквартирных дома на 1854 квартиры. Генподрядчиком выступает Китайская железнодорожная строительная корпорация номер 9. Будучи генеральным подрядчиком данного объекта, мы гарантируем высшее качество строительных работ, а также большее количество социального жилья и улучшение благосостояния белорусского народа. Общая стоимость строительства в Брестской области составляет порядка 10 миллионов рублей. Проектно-сметную документацию готовило областное управление капитального строительства. Субподрядчиком выбран Брест Жилстрой. Планируется, что все три дома будут сданы в эксплуатацию в июле текущего года. Важно то, что сегодня мы, кроме того, что сотрудничаем, получаем определенную помощь техническую, которая решает одну из важных социальных задач. Мы еще и нарабатываем определенный международный опыт сотрудничества. Для нас это очень важно, что даже сегодняшнее мероприятие показывает, насколько важно не только инженерное общение или настройки в подготовке документов, но и даже такого культурного плана. Вместе с тем реализация социального проекта позволяет дополнительно загрузить мощности белорусского строительного сектора. Да и проект долгосрочный. Уже сегодня ведутся работы по подготовке документации для реализации третьего этапа, который стартует в 2019 году. Можно однозначно сказать, что будет и третий этап строительства социального жилья в Беларуси. Уже завершены работы по разработке технико-экономического обоснования. Здоровье. Самая большая ценность человека. Оно не меряется конкретными цифрами, однако в отрасли здравоохранения существуют определенные стандарты и показатели. С информацией в цифрах, диаграммах и таблицах ознакомились накануне медики Брещины. Об итогах работы системы здравоохранения Брестской области в 2017 году и основных направлениях деятельности на 2018-й шел разговор на итоговой коллегии управления здравоохранения. Целевые показатели государственной программы «Здоровье народа» и «Демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы в 2017-м выполнены в пределах нормативов. В минувшем году работа была направлена на укрепление материально-технической базы и улучшение качества оказания медицинской помощи. Велись реконструкция приемного отделения скорой медицинской помощи Брестской городской больницы, строительство станции скорой медицинской помощи в микрорайоне Южный, возведение Брестского хосписа. Работы эти продолжаются. Также большое внимание уделялось развитию и укреплению Брестской областной больницы. Сделан ремонт в областной больнице в отделении гематологическом отделении. Также на базе, где размещалось раньше инфекционное отделение в областной больнице, сделан ремонт и переведено в травмологическое отделение, где микрохирургия глаза, где тоже делаются высокоточные операции и, соответственно, улучшилось условие пребывания пациентов и в областной больнице. Ремонт и оснащение лечебных учреждений, возведение новых объектов, укомплектование кадрового потенциала, увеличение заработной платы медицинских работников. Все это характеризует работу здравоохранения региона в 2017-м. Никто не отменял наставничество, обучение молодежи, которое приходит. А в целом каждый год порядка 388-400 молодых врачей приходят к нам в область на работу. Средняя заработная плата растет по декабрю. Средний заработок на нашем управлении здравоохранения у нашей отрасли 734 рубля, у врачей с высшим образованием 1129 рублей и у медсестер порядка 742 рублей. Но это уже с коэффициентом совместительства со всем остальным, но средняя заработная плата поднялась. Охрана материнства была и остается приоритетным направлением в работе системы здравоохранения. В этой области результаты неудовлетворительные. На протяжении нескольких лет Брещина удерживала лидерские позиции. В минувшем году рождаемость снизилась на 14%. Вместе с тем есть и хорошие показатели. Уменьшилось количество абортов. Работа службы психологического консультирования позволила сохранить жизни и родиться 390 новорожденным. Мы сегодня потеряли наш красивый выход на плюсовый элемент по людям. К сожалению, мы пришли к тому моменту, когда пришел 1991-1994 год. Вы сами знаете, что и количество женщин фертильного возраста уменьшилось. Сегодня мы стараемся достичь уровня рождаемости за счет вторых, третьих и больше родов. Но для этого нужно социальное окружение, которое обеспечит безопасность и люди, чтобы хотели рожать дальше. Одной из серьезнейших проблем медики Брещины признали рост онкологических заболеваний. На учете в Брестском областном онкологическом диспансере состоят почти 38,5 тысяч пациентов. Достаточно много, наверное, случаев поздних раков выявляются на сегодняшний день. Увеличилась заболеваемость. Но связать это можно и с расширением скрининговых исследований. То есть мы вошли в программы по скринингу молочной железы, по простате у мужчин, для того, чтобы все-таки охватить трудоспособный возраст и исключить развитие раковой болезни все-таки в молодом возрасте. Ну и плюсом, наверное, онкология рождается и потому, что мы увеличиваем и среднюю продолжительность жизни, и вообще продолжительность жизни. Поэтому чем старше человек, тем больше рисков развития. Поэтому внимание и в эту сторону надо тоже обратить. Итоги 2017-го подведены. Задачи на 2018-й не менее серьезные. Один из новых проектов 2018-го – введение нового метода работы во врачебную практику, которая осуществляется в соответствии с государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность». Поставлена задача и Министерством здравоохранения, и облсполкомам о внедрении в практику врача общей практики. Для чего это делается? Мы пытаемся, скажем, сделать более доступную помощь для пациентов, врачу общей практики, которые разгрузят нагрузку на невролога, лор-врача, и как терапевтический участок он закроет на себя, и также там какие-то маленькую хирургическую помощь может оказать. И, соответственно, вот эти узкие специалисты, которых пока еще, скажем, есть проблема в области с узкими специалистами, они помогут, ну, более, скажем, квалифицированную помощь остро нуждающимся людям, и тем, которые, скажем, обычный врач общей практики где-то не сможет оказать помощь. Задачи определены, цели поставлены, дело осталось за малым, все притворите в жизнь. В продолжение темы. Двойной праздник отметила в январе Брестская областная больница. В Новый год учреждение здравоохранения отступило с новыми достижениями и статусом. Постановлением Государственного комитета по стандартизации Брестской областной больницы присвоено звание «Лучший в регионе» за оказание помощи взрослому и детскому населению. Кроме того, на текущей неделе в торжественной обстановке был открыт новый компьютерный томограф и обновленный кабинет. Компьютерная томография в Брестской областной больнице существует уже более 20 лет. Первый компьютерный томограф установлен в 1995-м. Отработав 12 лет, он был заменен на более современный. На старом оборудовании выполнялось ежегодно до 15 тысяч исследований. При этом почти треть составляли сложные исследования внутренних органов лицевого черепа и сосудов. Наиболее сложные в диагностическом плане пациенты находятся в областных учреждениях. Поэтому управлением здравоохранения Брестского областного исполнительного комитета принимается комплекс мер, направленный на укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения области в первую очередь областных организаций здравоохранения. Событие для больницы очень значимое и долгожданное, а потому открытие кабинета началось с торжественного момента – перерезание красной ленты. Новый аппарат компактный, но сложный технически. В нем воплощены самые передовые технологии сканирования. Он намного классом выше тех, которые у нас были. Ну и самое главное, первое, что он улучшает качество диагностики, потому что минимальный шаг сканирования 0,5 мм составляет. Это говорит о том, что мы можем больше сделать сканов и более мелкую деталь какую-то увидеть в организме, который быть не должно. Дает возможность при необходимости убрать костные структуры, убрать металлические какие-то детали, артефакты, которые могут находиться у человека, если кости они есть, и более детально изучить, например, какой-то орган сосуды. Томограф позволяет проводить исследования пациентов любой массы тела и обеспечивает низкую дозу облучения. Система проводит сканирование в режиме реального времени. Это дает возможность врачам быстро оценивать результат. Есть программа, которая позволяет делать трехмерное изображение какого-то органа. Это очень важно при предоперационной подготовке и предоперационной диагностике различных заболеваний, когда мы, особенно это касается раковых заболеваний, когда мы видим, прорастает опухоль, какой орган прорастает, есть ли инвазия, то есть внедряется ли она в стенку какого-то органа. Вот этот аппарат позволит в том числе увеличить количество сложных исследований. Я говорил о том, что важно, скажем, не просто увидеть эту опухоль, а где она расположена, каких органов она касается или какие органы она прорастает. Вот что сегодня, скажем, важно. Вот этот аппарат позволяет делать эти сложные исследования. Это уже 11 аппарат в регионе и 5 аппаратов ядерно-магнитно-резонансных томографов. В планах управления здравоохранения продолжить работу по укреплению и планируется установка подобных аппаратов на базе детской областной больницы, больницы скорой медицинской помощи. Фактические затраты на реконструкцию и модернизацию помещения отделения лучевой диагностики составили порядка 620 тысяч рублей. Пока новый томограф работает в тестовом режиме, но уже вскоре сможет обследовать первых пациентов. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Говорим о важном и актуальном. Контроль за соблюдением законодательства об охране труда на предприятиях и организациях – одно из приоритетных направлений деятельности Федерации профсоюза в Беларуси. Как показывает практика последних лет, несчастные случаи со смертельным исходом и тяжелыми травмами предотвратить не удается. И цифры печальной статистики не дают профсоюзным инспекторам по охране труда времени расслабиться. Об этом и не только шла речь на совещании, посвященном итогам работы Технической инспекции труда Брестского областного объединения, обкомов отраслевых профсоюзов за 2017 год и задачах на 2018. В мероприятии принял участие главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси Александр Зайцев. Кто должен защитить жизнь работника и какие меры предпринимают наниматели для охраны труда, разбиралась Ирина Ольшова. В расширенном совещании по вопросам охраны труда и работы Технической инспекции Брестского областного объединения профсоюзов приняли участие порядка 250 представителей профсоюзов различных отраслей. Для гостей и участников подготовили выставку, на которой представлены самые последние разработки по средствам индивидуальной защиты. Вместе с тем практика показывает, что основная причина ЧП в элементарных нарушениях техники безопасности. Статистика печальна. По сравнению с 2016 годом, когда случаев смертельного травматизма зафиксировано 12, в 2017 эта цифра выросла до 17. А вот число производственных травм снизилось на порядок. В процессе расследования несчастных случаев наблюдается тенденция по снижению количества случаев по вине нанимателя. Все-таки та работа, направленная на профилактику производственного травматизма, которая проводится совместно с профсоюзами, она дает свои результаты. Контроль за соблюдением законодательства об охране труда на предприятиях и организациях области в 2017 году осуществляли 15 штатных технических инспекторов, работая самостоятельно или в составе рейдовых групп. 145 проведенных плановых проверок и 903 мониторинга выявили порядка 8,5 тысяч нарушений. Контроль затронул все районы области, а также города Брест, Барановичи и Пинск. Мы практически не увеличили наш показатель по сравнению с прошлым годом, нас это радует. Это говорит о том, что, наверное, все службы, не только профсоюзы, все работают в плановом и хорошем режиме. Весомый вклад в вопросах создания безопасных условий труда в 2017 году внесли 11,5 тысяч общественных инспекторов. Выявление нарушений в повседневной работе предприятий и своевременное информирование нанимателей об их устранении – это ежедневная работа по сохранению здоровья и жизни людей на рабочих местах. Работа добровольных помощников стала основной темой при посещении Открытого акционерного общества «Савушкин продукт» главным техническим инспектором Федерации профсоюзов Александром Зайцевым. У нас так законодательство выстроено, что есть, как мы их называем, бесплатные помощники-наниматели, это общественные инспекторы по охране труда. Они работают на предприятии здесь же, по определенным профессиям, на определенных должностях, но им имена обязанность также все-таки и заниматься вопросами охраны труда. На 1914 сотрудников Брестской производственной площадки компании «Савушкин продукт» приходится 24 общественных инспектора. Всего по объединенной компании, а сюда входят два завода в Бресте, еще по одному в Пинске и Столине, их 39. Сегодня, благодаря 90-процентной автоматизации технологического процесса, а также специальной программе менеджмента охраны труда и здоровья, сертифицированной Международным бюро «Веритас», случаи производственного травматизма сведены к нулю. Ежегодно на мероприятия выделяются средства, планы мероприятий по охране труда на улучшение условий и охраны труда в нашей организации. За прошлый год у нас выделено 127 тысяч рублей. Это мероприятие, которое направлено на улучшение условий и охраны труда наших работников. Кроме работников инспекторов, это, конечно же, и обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, это выплаты на молоко, как мы это называем, да, это и выплаты за вредные условия труда. Что говорить, допустим, на 2018 год запланировано на мероприятии труда порядка 1 миллиона рублей. Лидер в производстве молочной продукции предприятия «Саушкинпродукт» к вопросам соблюдения законодательства относится внимательно. На флагмане молочной промышленности знают, что имидж складывается не только из качества и ассортимента. Поэтому секретов от представителей профсоюзов здесь нет. Мы сюда уложили около 300 миллионов долларов в развитие. И сами видите, когда идете по предприятию, видно и автоматизацию, и климатизацию, и все остальное, что надо для человека, для успешной работы человека на этом предприятии уже есть. Здесь максимально исключается и травматизм, условия труда идеальные, бытовые условия и все, что связано с этим, с рабочим процессом, с условиями труда. По итогам работы совещания в 2018 году основные задачи в сфере охраны труда останутся неизменными. Продолжить работу по восстановлению нарушенных прав работников, а также усилить меры по упреждению и профилактике нарушений. Ирина Альшова, Андрей Чербантон-Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». В заключительном материале нашего выпуска речь пойдет о резиденте научно-технологического парка, в зоне ответственности которого обучение и воспитание подрастающего поколения. В первую очередь здесь учат думать, фантазировать и находить способы воплощать в жизнь даже самые смелые идеи и инициативы. Уже в феврале здесь ждут первых учеников. В преддверии важного момента нашей съемочной группе удалось побывать на территории творчества и узнать немало полезной информации о новой точке притяжения. Тему продолжит Анастасия Стропко. Антона Мартанюка внимательные телезрители должны узнать. Молодой человек создает буквально из ничего, ну точнее из того, что большинство людей считает просто мусором с оттенками металла, настоящие шедевры. Сегодня Антон Александрович, к слову, учитель в третьем поколении, художник, скульптор, немного биолог и однозначно творческий человек, готов научить премудростям создания арт-объектов всех желающих. В школе технического искусства и дизайна. Это курсы, система курсов, рассчитанных на то, чтобы человекам максимально научить пользоваться своими руками и головой. То есть человек из любого материала в любой момент может создать что угодно, когда угодно. Ну, в основном это у нас, конечно, будет связано с искусством. То, что мы будем здесь изучать, это будет два предмета всего. Это визуальное проектирование. Оно в себя включает и живопись, и рисунок, и графику, и там даже зоологию, биологию, анатомию. Второй предмет – это моделирование. Моделирование – это будет как раз-таки связано, ну, такая, как бы лайтовый курс по вот именно вот этому вот искусству. То есть там будет попроще немножко вилки-ложки из пластика. Мы будем собирать тоже каких-то существ. Ну, там много интересных заданий и занятий. В кабинете, где полет нестандартной мысли виден повсюду, уже в феврале начнет обучение первая группа. Заниматься здесь может любой желающий от 11 и до бесконечности лет. Совершенно не обязательно наличие художественного образования или определенных навыков. Всему научат, обо всем расскажут. К слову, новые курсы – это структурное подразделение первой в Бресте IT-школы. Здесь все взаимосвязано. Свои творческие поиски, все, кто придет сюда учиться, смогут соединить с информационными технологиями. Притом в различных комбинациях. То, что сейчас востребовано в мире, разработки персонажей для игр, верстка сайта и все остальное, вот эти вот все штучки, применяются те же законы, которые применяются в академическом композиции, живописи, рисунке. И мы как раз будем именно формировать человека, который может… Дашь ему глину – он слепит. Дашь ему компьютер и оформить игру сделать или сайт – он это сделает. Дашь ему бумажку – он сделает открытку для мамы. Ну, в общем, все, ребенок, человек вообще, который придет на курсы, он мог в любой ситуации проявить свое творчество. IT-школа – один из более чем трех десятков резидентов Брестского научно-технологического парка. На площадке, где создают максимально комфортные условия для развития передовых продуктов и услуг, трудятся десятки человек. Не исключено, что курсы, которые расширяют горизонты фантазии и сознания, станут первой ступенькой в карьере будущих резидентов. Тем более, что направлений, в которых можно и нужно шагать стремительными инновационными шагами, великое множество. Предприятие разного направления занимается инновационной деятельностью в разных отраслях экономики. Это и медицина, это и в сельском хозяйстве есть интересные проекты, приходят с проектами интересными в технопарк. Ну, скажу честно, если так по статистике, то примерно 40% резидентов – это в области IT. То есть, это программные продукты, какие-то автоматизированные решения, процессы предлагают, и в этой области они занимаются. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50 и утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события и факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 20.63.67. Мы вас услышим. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании БУК-ТВ, а также на нашем канале в YouTube. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. В воскресенье 28 января в Бресте. Днем очередная система фронтов вызовет кратковременный дождь. Ожидается туман, слабый гололед на дорогах гололедится. Днем осадки будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха минимальная ночью 0,2. Максимальная днем составит 3 градуса со знаком «плюс». В начале следующей недели ожидается ветреная с осадками и повышенным температурным фоном погода. В понедельник 29 января в Бресте ожидаются осадки, дождь. Местами слабый гололед на дорогах гололедится. В течение суток сохранится порывистый ветер. До плюс 4. Температура воздуха ночью. Днем синоптики прогнозируют 9 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин